Давайте дадим вопрос. Добрый день, Михаил Бажанов, Бизнес.ФМ. Владимир Владимирович, в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию Вы рассказали о том, что у нас пройдет амнистия капитала. Прошла уже неделя, но пока никаких подробностей мы не слышали. Хочется услышать подробности, когда она начнется, сколько она продлится, какой объем капитала вы планируете вернуть в страну. И, пожалуй, еще очень важное, каким вам видится механизм этой амнистии. То есть, весть ли будет капитал возвращаться, в том числе и тот, который, может быть, получен незаконным путем. Или не весть. Здесь, может быть, фильтр какой-то будет. А если будет фильтр, то как бизнесмены отнесутся к нему? Поверят ли они, что этот фильтр можно будет пройти и спокойно продолжать бизнес в России? Какие у них, в конце концов, будут гарантии, что после того, как они зарегистрируют свой бизнес в России, к ним не возникнет вопросов со стороны правоохранительных органов, налоговых и так далее? Спасибо. Первое. Сколько мы планируем вернуть капитала? Не планируем вообще. Вопрос не в возврате капитала. Это не фискальная мера. Вопрос в легализации. И если бизнес хочет оставить деньги, имущество за границей, пусть оставляет. Вопрос в легализации. В том, чтобы они заявились здесь и зарегистрировались здесь. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было понятно. Второе. Лично буду следить за тем, чтобы не было никаких нарушений в отношении ни механизмов, ни гарантий. И хочу предупредить всех своих коллег, в том числе из правоохранительных органов. Будем принимать самые жёсткие меры к тем, кто будет нарушать тот принцип, о котором я сейчас сказал. Ну и, наконец, по поводу фильтров. Я считаю, что никаких фильтров не должно быть. Все, кто хочет сюда прийти, здесь зарегистрироваться, легализоваться, должны получить такое право. По поводу криминального характера действует презумпция невиновности, о которой я уже много раз говорил. И если не будет ничего другого, то всё считается легальным. Ну и, наконец, механизмов. Пока они не отработаны, об этом нужно думать. Правительство сейчас работает. Я считаю, что нужно легализовать не только то имущество, которое есть в офшорах, но и то имущество, которое записано, переписано, скрыто на какие-то подставные фирмы, на родственников и так далее, внутри самой России. Нужно всем заявить один раз о том, что кому принадлежит, перевернуть эту страничку и пойти дальше. Давай там Арктика, там вот написано Арктика. Интересная тема. Дима, извините. Вы не раз бывали у нас, знаете, какие у нас условия, какая специфика жизни, работы. И сами понимаете, что мы бы не хотели, чтобы это произошло. Вот какова Ваша позиция на эту тему? Не будет ли один субъект от границ Казахстана до Арктики? Ну и что касается субъектов федерации, садитесь, пожалуйста, на объединение и всё, что с этим связано. У нас есть закон федеральный, и никакого другого пути, кроме объединения различных субъектов в один, не существует, кроме волеизъявления тех людей, которые проживают на этих территориях. В разных регионах это решается по-разному. Или нужно проводить референдум на всех территориях, референдумы, или нужно проводить это решение через соответствующие парламенты. Навязывать сверху никто ничего не будет. И это, считаю, контрпродуктивным. В то же время доходы различных субъектов федерации отличаются друг от друга в разы. Там не помню уж во сколько, в 26, что ли, раз или даже больше доходы бюджета в соответствующих регионах. Уровень жизни людей в этой связи отличается тоже в разы. Медицинское обслуживание, образование и так далее, в общем и целом, это плохо. Но, повторю ещё раз, это чувствительная вещь, особенно если это связано с национальными республиками, и мы ни в коем случае не будем идти по пути принудительного объединения. Люди только сами, на основе опыта своего жизненного, на основе понимания того, что происходит в экономике, в социальной сфере, могут принять соответствующие решения. Конечно, наверное, есть политические силы, которые хотят объединиться, есть политические силы, которые не хотят. Это должно происходить максимально публично, и максимально должна быть общественность в это вовлечена. Никакого навязанного меня сверху не будет. Владимир Владимирович, может быть, вот BBC есть, мы вот зарубежные снии обошли пока внимание. Пожалуйста.